Так, так, так. Главное, ребята, не пугайтесь. Да, я воткнул проигрыватель за 300 в колонку за 30. Но сейчас я объясню, что это не просто аудиофизское извращение, а в этом даже есть кое-какой смысл. А теперь внимательно посмотрите вот на эту вот скромного вида серенькую коробочку. Это беспроводная колонка фирмы Ruark. Да, и вот в этот самый момент, в этот самый момент у сторожилов-аудиофилов должны были уши насторожиться. Потому что Ruark, это же легендарная английская компания, которая делала вполне себе культовые колонки. Помните, там были талисманы, экскалибуры, ого-го. С 85-го года ребята делали колонки. Да, были времена, ребята. Были, но прошли, потому что традиционных хай-файных пассивных колонок Ruark больше не делает. Вот уж, наверное, лет 15. Где-то в районе 2004 года они сделали свой первый тогда цифровой радиоприемник. Вот такая вот штучка, называлась R1. И вот перед вами, значит, самое последнее их изделие, называется RMX. Извините, MRX. Это значит беспроводная мультирумная колонка. И тут резонный вопрос. На рынке сейчас таких штуковин, как бы это сказать так помягче, чуть менее чем дофига. Почему вот это? Вот Ruark, легендарный бренд. Вот они делают теперь вот такие вот штуковины. А есть ли там что-то на самом деле, что наследует тому великому аудиофильскому наследию? До сих пор тот самый Алан О'Рурк, который основал компанию в 80-м году. О'Рурк, Руарк. Вот, конечно, англичане тебе любят эти какие-то странные изменения своих фамилий. Ну, короче говоря, он до сих пор владеет и правит этой компанией. Они до сих пор сидят у себя там в графстве Essex, как-то город называется смешно, типа South End on Sea. Вот, короче говоря, их там реально 15 человек. Они там сидят, работают. Понятное дело, что вот эти вот колонки делаются, конечно, в Китае. Но владение полностью английское, ребята разрабатывают всё в Англии, и у них абсолютно своя, конечно, английская безумная концепция вот этой штуки. И она реально отличается от большинства колонок в этом ценовом и концептуальном сегменте на рынке. Во-первых, делают все корпуса исключительно деревянными, никакого пластика даже в самых дешёвых колонках. А во-вторых, они реально топят за звук. Вот в этом вот сегменте топят за звук. На прозвук, как обычно, в конце. Сейчас про функционал. Понятное дело, что это сейчас, ну, то, что называется, аппарат, который включает абсолютно актуальные все предметы. Значит, умеет Deezer, Tidal, Spotify, без проводов подключается, в интернет выходит. Ну, вот, кстати говоря, AirPlay не умеет. Но я тут понимаю, почему. Потому что это действительно маленькая... Это не китайская корпорация это делает, да? Это маленькая английская компания, у которой тупо нет бабок на рецензию на AirPlay. Я понимаю. Но они, кстати говоря, удачно обошли эту историю, потому что, если вы играете, значит, с телефона, понятное дело, что колонка управляется с приложением целиком, полностью. Так вот, приложение, если у вас в iTunes есть какая-то музыка, которая закачана на телефон, из приложения Roark вся эта музыка видна. И вам никакой AirPlay не нужен, она абсолютно нормально, естественно, играется по Wi-Fi из приложения Roark. Всё. Естественно, есть Bluetooth, есть аналоговые цифровые входы на одном разъёме Minijack. Вы знаете, что оптику обычно так делают, таким вот тоненьким разъёмчиком. Но именно поэтому я подтащил сюда вот эти все провода. А вот этот вот проигрыватель TransRotor за 300 тысяч, фонокорректор, ещё один аудиофильский провод RCA Minijack, которым и податкнулся в одну из колоночек Roark по аналоговому святому входу. Ну, понятное дело, что я и для красоты это, с одной стороны, наградил, а с другой стороны, чтобы на самом деле проверить. А, ну, вот как это, вот если ты аналоговый источник туда включишь, как оно на самом деле играет вообще, что оно может? Потому что, понятное дело, что она по сети или с флешки играет цифровые файлы. Он, кстати говоря, хайрезом не играет. Но играет без сжатия, флаки, вавы, всё это нормально работает. И, в общем, всё это неплохо звучит. Потому что в устройстве действительно есть аудиофильские гены. И в описании прямо есть специально два пункта насчёт того, как это всё с точки зрения звука устроено и почему. Потому что, смотрите, во-первых, они топят за то, что у нас здесь стоит традиционный аналоговый усилитель в классе АБ, не какая-нибудь вот эта ваша бездушная цифра. Всё это мы 10 раз обсуждали, но, тем не менее, аналоговый усилитель. И, внимание, два ширика. Значит, естественно, диффузоры, вот это все драйверы с неодимовыми магнитами, не шуточка, да, разработаны исключительно руарком, этими инженерами, это не какая-то там китайская история. Нет, всё своё. Значит, два ширика, которые, по сути дела, работают как стереофоническая пара вот в одной колоночке, а не в фазоинверторном оформлении, всё как положено по уму. Ну и понятное дело, что в одной колонке они отрабатывают такую минимальную стереофонию. И как она играет? На самом деле, действительно, в ней есть какая-то вот своя, очень своеобразная такая английская порода. Нет, здесь вот громоподобных басов не ждите. Но в ней, на удивление, нет вот этого, знаете, какой-то вот такой вот цифровой бездуш... Ну, простите, я сейчас банальности говорю, да, про цифровую бездушность. Но вот есть вот эти вот колонки, которые круто настроенные, великих брендов, да, которые мощно играют громко, но в них вот ты чувствуешь синтетичность в этом звуке. А здесь, вот здесь, конечно, именно что серединка отрабатывает. У них есть микродинамика. И на виниле, когда ты втыкаешь вот через эту всю историю, несмотря на то, что там АЦП стоит, он, естественно, не полностью аналоговый, но все равно, понимаешь, вот этот вот эти ширики, они вот свое дело делают, и получается, что вот такая вот микродинамика там есть. И ты прям слышишь, что винильчик вот так тепленько, вот так живенько играет. Они живые. Вот, и, как вы знаете, я это очень люблю. Но в целом, как одна колонка, кроме характера, ну, может быть, она не слишком отличается от конкурентов. То есть это все примерно одно и то же. Но есть способ устроить с ними аудиофильский разврат. Потому что в приложении вы можете соединить две эти колонки в стереопару. А здесь сзади есть переключатель. Можно сделать ее правый или левый, или в моно поставить, или в стереофонический режим традиционный. Так вот, когда ты ставишь ее реально в стерео, ну, я тут скажу, опять же, что в такой конфигурации выигрывают, в принципе, любые эти беспроводные колонки, которые можно объединить в стереопару. Ну, здесь прям зашибись. Ну, во-первых, и масштаб сразу появляется, да? А во-вторых, действительно они отрабатывают вот эту вот хай-файную тему, типа есть стереофония, есть глубина сцены, есть вот это вот разделение планов, прямо ой-ой-ой-ой. И вот эта микродинамика сохраняется, несмотря на цифровую обработку. И то, что они без проводов соединяются. Он по Wi-Fi угонит сигнал, да? И ты втыкаешь винил в одну колонку, он там цифруется, перегоняет ее сюда. Ну, судя по качеству звука, все-таки, наверное, практически без сжатия. Или с каким-то минимальным, очень здоровым. То есть, хорошее качество звука. Ну, и, конечно, смысла сюда втыкать вертушку за 300 тысяч, понятное дело, нет. Но она такая красивая, я не мог ее не воткнуть, да. Но, тем не менее, смотрите, если мы говорим о контексте, то вам, например, лень городить нормальное стерео с усилителем и колонками, или вашей девушке, да? Или нет 100 тысяч рублей на то, чтобы минимальный сетап построить. А есть 30 вот на что-то, то, ребят, купите проигрыватель за 30, и вот эту вот штучку за 30. И это будет вполне, вполне вменяемая аудиосистема, из которой вы, что важно, сможете услышать и оценить всю прелесть винила. Ну, по крайней мере, все, что надо, здесь вы услышите.